От поправок в устав города и прогнозов социально-экономического развития до технических и уточняющих вопросов. Повестка дня, состоявшегося в этот вторник пленарного заседания городского собрания депутатов, включала 20 пунктов. Кроме того, почетным знаком за заслуги перед городом Магнитогорском был награжден наш знаменитый земляк Виктор Смеющев. Решение о награждении было принято еще летом прошлого года, но пандемия внесла коррективы. Репортаж Игоря Гурьянова. Буквально через пару минут здесь, в зале пленарных заседаний Магнитогорского городского собрания, состоится пленарное заседание Магнитогорского городского собрания депутатов. Казалось бы, ничего необычного, кроме одной существенной детали. Вот в таком полном составе депутаты нового созыва собирались за год, всего один раз в сентябре на организационное заседание. Все остальные пленарные заседания, которые проводятся раз в месяц, проводились в режиме онлайн. Сейчас депутаты могут хотя бы посмотреть друг другу в глаза и пообщаться. По общению действительно соскучились, да так, что призывать депутатов занять места пришлось дважды. Но любым вопросом награждение. Виктор Смеющев, живая легенда Магнитки. Комсомольский вожак, партийный и хозяйственный руководитель. Виктор Александрович, самое яркое отражение той советской, навсегда ушедшей эпохи. По сей день сохраняющий ясность и остроту ума, смеющий отныне, кавалер почетного знака за заслуги перед городом Монтадорском. Я сегодня благодарен судьбе, которая связала меня с Магниткой в целом. Спасибо всем, кто принимал участие в завершении этого процесса. Виктор Александрович был не одинок в получении памятной награды. Благодарственными письмами отметили работу волонтеров, спасавших людей из снежного плена в конце февраля. Затем перешли к основной повестке. Корректировка устава города, нашей домашней конституции, прерогатива городских депутатов. Прежде чем изменения станут нормой, они должны пройти публичные слушания. В устав предлагается целый ряд корректировок, в частности, наделить городскую власть полномочиями оказывать помощь людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В 2017 году такую помощь получило 1061 человек, в 2018 – 1713, в 2019 – 1737, а в 2020 году помощь получила 1133 человек. Это говорит о том, что услуга есть и она востребована. В прошлом году предприниматели города получили финансовую поддержку в федеральных и региональных фондах в размере более 1 миллиарда рублей. Цифры озвучила заместитель главы Магнитогорска Александра Макарова, когда докладывала об основных показателях социально-экономического развития. Несмотря на пандемию, говорила экономист, серьезных экономических провалов удалось избежать, во многом благодаря ритмичной работе ММК. Обошлись без столб безработных и голодных обмороков. Средняя заработная плата в крупном и среднем бизнесе по городу Магнитогорску составила 49,1 тысяч рублей. Это самая высокая заработная плата по всей Челябинской области. В целом доля Магнитогорска в экономике области составляет 29%. Несмотря на все те сложности, которыми был наполнен прошлый год и наши эфиры, Магнитка остается ключевым участником экономики как региона, так и страны в целом. Под занавес этой пленарки перед коллегами выступил депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев. Он рассказал о резонансных законопроектах, в частности о гаражной амнистии и почему до сих пор не принял закон о бродячих животных.